МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мои дорогие, мои хорошие девчоночки, я вас рада крайне приветствовать на своем канале. Спасибо, что вы зашли, кликнули на это видео именно на моем. Мне это просто очень приятно от души. Я вас здесь просто невероятно рада видеть на своем канале. Я надеюсь, эти расклады в нынешнее время сделают вас немножко счастливее, отвлекут вас от проблем и сделают вам хороший день или настроение. Может, вы подумаете о чем-то отвлеченном совершенно от того, что происходит сегодня. Крайне хочется поддержать вас эмоционально. Крайне хочется пожелать вам всем и мне, в том числе и всему миру вообще мира, добра, милосердия. Будьте теплыми людьми. Не держите никакую однобокость, какую-то сторону правды. Все равно сейчас никто не узнает. Вся правда будет немножечко попозже. Мои дорогие друзья, я вас всех очень сильно люблю. Начинаю этот расклад, расклад на 10 дней. Что вас ожидает? Давайте подумайте просто о себе. Назовите свою дату рождения, вопрошаемое, дата рождения, имя. Что будет у вас в жизни в течение 10 дней? Давайте посмотрим такой раскладик. Для начала хотелось бы посмотреть, вы в каком энергетическом поле сегодня ко мне заглянули, девчонки. В каком энергетическом поле вы сейчас находитесь? Вы немножечко сейчас склонны к депрессии. К депрессии, волнению, какое-то нежелание или наоборот, нежелание поесть или наоборот переедание. Немножко вот, знаете, такое, знаете, состояние, такое холодности какой-то. Немножко даже, наверное, от мира вы сейчас просто улетаете куда-то в свои горизонты. Ну и, конечно, я хочу сказать, что здесь присутствует человек, который вас интересует, который не очень хорошо, может быть, себя ведет. Это мужчина, скорее всего, да, может быть, партнер, может быть, отец, муж, брат, сын, кто угодно. Да, есть сейчас какой-то момент проблемности с мужчиной здесь. Я хочу сказать, что вы немножечко метаетесь, да, со стороны в сторону, пытаетесь сбалансировать, в депрессию не войти, да, и как-то оставаться бодрой. Пытаетесь и других чем-то поддерживаете в данный момент. У вас очень много вот этой духовности сейчас. Вы сейчас себя просто можете даже по-новому узнать. Пытаетесь работать над собой. Ой, девчонки, я хочу еще одну колоду взять, посмотреть вашу, вашу эмоциональную, да, сторону, духовную сторону. Очень хочется дополнить немножечко про вас, чтобы вы понимали, что ваш расклад. Не хочется просто как бы выкладывать карты на стол сразу, да, надо именно узнать ваш ли это расклад. Да, у вас немножко тут червячок сомнений есть в чем-то. Вы либо в ком-то, либо в чем-то посомневались. У вас есть уже, заложилось в голове зерно того, что, а может мне не надо что-то делать, да, а может мне не надо где-то работать, а может мне не надо брать этот проект, а может мне не надо строить отношения с этим мужчиной, а может мне не надо общаться с этой подругой. То есть здесь сомнение, да, и оно обосновано, потому что вы человек, который пытаетесь легче всего, да, преодолевать всякие моменты в жизни. А вот такой червячок сомнения, который у вас сейчас находится, это то, что вас немножечко подтягивает вниз, да, то, что вас тянет вниз, и вы так не привыкли. Вам не нравится негативная среда, вы любите себя окружать таким, знаете, расслабленной такой атмосферой, чтобы люди вокруг вас не питали вас каким-то негативом, да, что ясно и понятно в принципе, да. Но есть в вашей жизни еще один человек, который совершенно для вас может быть мало знаком, незнаком практически, да, или новый какой-то друг, новое общение, либо давно с кем-то не общались, возобновился этот человек в вашей жизни, появился, да, который приносит вам эту радость, который облегчает вам жизнь, с которым вы забываете обо всем, который делает ваш день немножечко краше и приятнее. Прекрасно. Давайте теперь смотреть, если ваша сигнификация, сигнификация просто железобетонная, мимо себя попасть крайне трудно, правда? Кто как не вы, знает, какая вы сейчас. Хорошо, мои хорошие, любимые мои, давайте смотреть. На 10 дней раскладик. Что вас ждет, мои дорогие? Поехали. В плане личной жизни. В плане личной жизни. Застойный момент, когда ничего не происходило, вы уже давным-давно, может быть, посомневались в человеке, да, потому что уже здесь немножечко вы такой идете момент, что вы растеряны, с этим человеком не знаете, что ожидать, очень как-то долго не присутствует он в вашей жизни, вы все тащите на себе, никакой помощи нет, не на кого понадеяться, вы все время одна, и как ни крути, все время рассчитываете только на себя. Здесь женщина, которая уже просто, я не знаю, с ермом на шее, вы просто устали уже, просто кого-то вытягивать, у вас уже нет ни желания, ни сил, да, из каких-то состояний. Вам самой нужен сейчас человек, который, вот как вот по этой карте, да, то, что я увидела, вот этот человек, который у вас либо появился, либо просто возродились с кем-то отношения предыдущие, да, этот человек вам как просто, как спасение. Этот человек, кстати, может долго, очень долго вам отношения, как-то с вами улучшить вашу жизнь вообще, да, личная жизнь ваша тоже говорит мне о том, что здесь была привязка, здесь чувства, есть даже у многих до сих пор, да, привязочка по дьяволу, это не очень здоровая привязка, кстати, а может быть что-то связанное с магией. Туз Кубков, конечно же, который говорит мне о том, что вы полюбили человека, который сейчас не делает в вашу сторону действия, которые вам хотелось бы, до сих пор есть у вас, конечно, надежда, чувства есть к этому человеку тоже. Давайте дальше смотреть. Еще личная жизнь на 10 дней, что нам скажут, что будет объявиться. Если вы живете связи со своими родными или близкими, очень сильно, кстати, согреют вас близкие и родные, да, и вы обрадуетесь какой-то либо встрече, звонку, общению, услышите того, кого давно не слышали, пообщайтесь с тем, с кем давно не общались. А по личной жизни будет немножечко все закрыто, потому что четверка Пентакли. Такое впечатление, что вы просто сейчас, ну, вам эта личная жизнь, она как бы никуда, она не, ну, она жмет по большому счету. То есть не по размеру сейчас вам, это личная жизнь. Вы пытаетесь здесь абстрагироваться, вы заняты максимально собой. У вас тут вообще куча занятостей. Аж там на дне колоды у меня был король жезлов, где-то там далеко. Ну и что в личной жизни будет еще в течение 10 дней, пока закрытость от вас. Четверка жезлов. Да, вы больше в семейном каком-то, в семейном кругу работаете, я смотрю, в поте лица. Либо помогаете кому-то, да, потому что многие сейчас не могут работать. Помогаете, большая занятость, активность. Может быть, присматриваете за внуками, за детьми. Может быть, кому-то просто помощь делаете какую-то, да. Опять-таки на вас сейчас все висит, от вас очень многое зависит. Может быть, даже чья-то жизнь. То есть, здесь вы говорите мне через карты о том, что не хочу я никакой сейчас любви. Тут честно пахнет тем, что у вас переоценка ценностей, если честно. Хорошо, раз с личной жизнью так. А будет ли появляться кто-то у вас в жизни, кого вы ждете или ждали, допустим, в эти 10 дней? Девятка жезлов, паш кубков, король кубков. Ну вот, ваш нестабильный красавчик, если он здесь как бы присутствует, имеет место быть, он к вам появится по пажу кубков. Изначально, да, по этим жезлам он будет приходить, конечно же, чем даст вам, немножечко о себе напомнит. И вы будете здесь эмоционировать, скорее всего, к нему. Ну и, конечно же, здесь он, как всегда, будет либо давать о себе знать просто, либо в мыслях будет его очень много. И здесь по влюбленным будет этот мужчина немножечко как бы вас вволакивать в чувства, будет проявлять эмоции. Скорее всего, здесь появление, да, вот какое-то очень длительное. Девчонки долго, может, ждали кого-то. И, конечно, здесь партнер кармический, с кем проходятся нелегкие уроки, с кем трудные могут быть отношения, не складывается все так, как надо. А все почему? А все потому, что король кубковый, он нестабильный, он то складывает отношения, то у него, как бы, извините, не вовремя ему, да, не сейчас. Такой мужчина, дорогие мои, это что касается личной жизни, на дне колода у вас туз мечей, будьте предельно внимательны с тем, что вы говорите, потому что вы сейчас достаточно прохладны из вот этого расклада. Это как предупреждение внимательно, да, то есть вы сейчас будьте очень внимательны к тому, что вы говорите людям, потому что здесь есть момент того, что вы можете кого-то обидеть или сделать кому-то больно, кому-то неприятно. Из своей личной жизни, да, поэтому здесь по тузу мечель, ну, есть вариант того, что можно отношения закончить, прям вот захлопнуть страницу книги, полностью перелеснуть на новую главу. Поэтому здесь, если вы действительно этого хотите, это хороший подходящий момент, если нет, не хотите потерять человека, дорогого вашему сердцу, здесь будьте внимательны. Так, хорошо, что в плане финансов в течение 10 дней у вас будет? Так, а здесь вообще все интересно. Значит, в течение 10 дней у вас появится огромная, огромная возможность получить какую-то финансовую. Смотрите, туз Пентакли, карта замечательная на финансы, это просто великолепная карта, девочки, я радуюсь за вас, потому что у меня еще на дне колоды идете королевой Пентакли, во-первых, да, то есть в плане финансов, но вы здесь будете крайне заняты. Заняты, может быть, вы будете, это не просто про финансы, это еще и про ресурс, то, что будет все, что вам хочется, вы, может быть, что-то и купите, и у вас здесь появится, можете кому-то помочь, ну, себе помочь, радуйтесь за близких, может быть, в плане финансов. Ну, короче, у вас тут в семье вообще с деньгами все будет классно, но вам приходится здесь живчиком быть, постоянно бежать, идти к своей цели, то есть здесь очень классно. И опять-таки по карте мага вы сейчас можете, девочки, открыть новое дело, что-то начать, ведь такой момент кризиса в мире, это всегда для кого-то падение какое-то, а для кого-то старт, то есть что вы должны здесь подумать, что вы можете сделать для того, чтобы сейчас прорваться как-то, либо что вы можете сделать, чтобы себя сейчас обеспечить, да, смотрите, насколько здесь у вас какие-то ограничения, да, потому что вы здесь немножечко занимаетесь не той деятельностью. Здесь надо вот подумать, что все-таки здесь может быть, и как бы вам лучше укрепить свои позиции, потому что это самый наиподходящий момент, самый просто. Хорошо, следующее, 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 что дальше? Что дальше по финансам, по работе, по заработкам, по прибыли, доходу, возможность построить, может быть, какую-то карьерную лестницу, да, действуйте сейчас максимально интуитивно, если вы чувствуете, что вам где-то нравится, и вы прям хотите этим заняться, самое время сейчас это делать. Вот, может быть, у вас, кстати, дети здесь по пажу Пентакли, хорошо будут зарабатывать, а может быть, хорошая помощь от молодежи какая-то поступит вам конкретно. Король Пентакли, здесь может мужчина, кстати, появиться, либо с шефом у вас какой-то договор, либо с заказчиком с каким-то очень крупным договоритесь о каком-то длительном, ну, как бы, как это сказать, cooperation, сотрудничестве. А также я смотрю, что вы немножко в подвешенном. Вот вы сейчас используете это, как знаете, ваше арт-пространство для искусства, что это, как бы, это ваше искусство сейчас, заработать деньги, это для вас сейчас должно быть как искусство, вы должны сотворить. Вот такие вот у вас идут моменты в плане здоровья, будут какие-то советы. Больше отдыха, очень много вы что-то здесь как-то то ли нанервничались, то ли что, потому что по императрице здесь стоит обратить внимание на болезни, которые присутствуют у ваших родителей, предков, присутствовали, да, то есть если вы чувствуете, что у вас тоже, может быть, суставы, как у мамы, болят, или там давление подскакивает, то вы обратите на это внимание, стороной не обходите. И усталость, большая усталость, у многих с ногами прям беда-беда, то ли вены варикозные, прям ноги отекают, может быть, то есть здесь прям реально момент такой, что надо прям вот уделить, может быть, педикюр надо сделать хороший, может, у вас там, я не знаю, то есть что-то, ноги тяжелые, девочки, и тут тяжелые ноги, я прошу вас заняться сейчас немножечко собой, и десятка кубков, больше любви к себе сейчас, ее должно быть просто максимальное количество. И совет от карт на 10 дней. Да, все-таки на 10 дней у вас такой совет, как бы, да, все-таки повешенный выходит. Все-таки то, что было на дне колоды, да, очень устаете, слишком уж. То есть не бейте себя ни за что. Если даже, может быть, у вас с кем-то здесь будут заканчиваться отношения, как я вам сказала, дружба, любовь, романтические отношения любого рода, да, любого плана, может быть, с родственниками, с какими-то вы в мнении разойдетесь сильно, не жалейте, не бейте себя за это. У каждого своя точка зрения, у нас у каждого своя жизнь. Идите по своей дороге и не волнуйтесь. У вас будет очень приятное скорое оповещение, кстати, вот в течение этих 10 дней, от человека, от которого вы его давно-давно ждали, но не получали. Вот такой совет, будьте очень внимательны. К вам поступит много звонков, может быть, каких-то просьб, много общения в вашу сторону. Короче, хлынет поток энергии и людей. Поэтому, мои любимки, я вам желаю всего самого наилучшего. Оставайтесь крепкими, как можно больше абстрагируйтесь от всего. Думайте сейчас о себе, обо всем мире думайте, думайте о людях, абстрагируйтесь от того, что происходит, и просто будьте милосердными, будьте добрыми, будьте лояльными, будьте мягкими. Опять-таки, прошу вас не занимать никакую позицию сейчас. Будьте наблюдателями, подумайте о том, кому хорошо от того, что происходит. Потому что всегда всё, что происходит, оно кому-то нужно. Кому это может быть нужно, подумайте, ответьте на свои вопросы. Я вас обнимаю, я вас целую, жду вас на следующем раскладе. Как всегда, приветствую новых подписчиков, всегда рада вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Будем в комментариях смотреть, кто у нас тут новенький, кто ко мне пожаловал снова. Буду рада вас, безусловно, видеть. Мои девочки, которые уже со мной очень давно. Моё почтение, с уважением отношусь к вам. Уже вы просто как часть моего канала. Без вас нет жизни здесь и раскладов, наверное, тоже. Поэтому, любимые мои, я вас всех очень сильно обнимаю. И желаю вам хорошего дня или вечера. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok